Приветствую, дорогой зритель! В гастролирующем в Томске цирке Шапито тигрица принесла потомство – трех тигрят. На время восстановления после родов тигрица в представлениях участвовать не будет, передает корреспондент. В цирке Шапито, приехавшем в Томск на гастроли до 16 июня, пятилетняя тигрица Магда родила в среду, 6 июня, троих тигрят. Нам удалось попасть в закулисье цирка и подойти к вольерам, экскурсию специально для нас провел дрессировщик тигров и львов Ростислав Гаврылиф. Тигрята находятся в клетке вместе с мамой-хищницей. Отец детенышей, 4-летний Мартин, наблюдает за тигрятами из соседней клетки. По словам дрессировщика, тигры не являются чистокровными, но имеют амурские корни. Магда родила 6 июня. Обычно даже дрессированные тигрицы и львицы очень агрессивные к людям после родов, защищают свое потомство. Но наша Магда, что удивительно, спокойно, она за своих нас принимает, за родственников, не агрессивная. Мы, конечно, знали, что она беременна, но мы же одна семья, постоянно передвигаемся и оставить ее и негде, да и незачем. В ближайшее время она пока не будет участвовать в представлениях, будет отдыхать. Будем смотреть на ее состояние, может ей скучно станет без представлений уже через 2-3 недели, рассказал Ростислав Гаврылиф. По его словам, глазки у тигрят откроются только через 7-9 дней. Сотрудники цирка пока не знают, мальчики это или девочки, пол еще пока не определяли. Пока пол тигрят мы не определяли, еще даже не брали их в руки. Не то, что она не дает, просто не доставали их, зачем ее провоцировать. К тому же, если их у нее на время взять, то при возвращении она может агрессивно быть настроенной к ним. На самом деле удивительно, что она их обхаживает и выкармливает, потому что, как правило, невольные животные отрекаются от своего потомства. Она могла их сразу убить и все. Такие ситуации зачастую и происходят. Если бы она была агрессивной, то тигрят мы бы пересадили в другую клетку, выкармливали бы их из бутылочки, отметил дрессировщик цирка Демидовых. Ростислав Гаврылиф подчеркнул, что одному из тигрят мать пуповину почему-то решила не перегрызать. Ветеринарный врач успокоил дрессировщика, сказав, что пуповина отпадет сама и волноваться не нужно. Это мой первый опыт, когда родила тигрица. Тигры всегда приобретаются в запарках в полугодовалом, например, возрасте. Магда к нам попала, когда ей было полтора года. В нашем цирке это в первый раз родились тигрята. В цирках редкость, когда хищники приносят потомство. Тигрят пока не решали, как назовем, но одного можно назвать биткоином, потому что он растет, сказал Гаврылиф. Я в цирке с детства, мой отец Любомир Гаврылиф является дрессировщиком уже 20 лет. Мне 25, и в таком юном возрасте я являюсь полноценным дрессировщиком хищников, добился уже результатов. И это потому, что отец передал мне навыки, я все впитал. В целом, чтобы стать хорошим дрессировщиком, нужно много опыта, люди обычно после 35 лет где-то приходят к этому, отметил наш собеседник. Всего в гастролирующем цирке 12 тигров, 6 из которых – тигры до года. Сейчас родились еще три маленьких. День у тигров начинается с завтрака. Затем мы проводим репетицию, обучаем новым трюкам, закрепляем старое. Это ежедневное повторение доводит навыки до автоматизма у тигров. После репетиции они снова едят и отправляются на прогулку в вольер, гуляют там вместе до вечера. На ночь мы вынуждены их все равно рассаживать, потому что они могут и подраться, и даже убить друг друга. А рассаживая их, мы спокойны, рассказал дрессировщик. Спасибо за просмотр, если вам понравился ролик, ставь лайк. И не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, видео появляются каждый день.